Привет, я Арсен Баянов и это мой проект на 365.info Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях группа Степс, великолепная и классная вокалистка, бояр-роценица даже, Краухара Сатарова и великолепный пианист, тромбонист и вообще музыкант Алексей Шульженко. И по нашей традиции, друзья, давайте исполним первую вещь. Первая песня, она, кстати, это кто? Марлен Дитрих? Это Марлен Дитрих, она называется Such trying times. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok If only we could find a reason on the rhymes Such trying times Such trying times Why do we live in just on the expirating times Such trying times Such trying times If only we could find a reason on the rhymes Why do we live in just on the expirating times I wanted, кстати, уже сразу вот такой вопрос задать. Сейчас же карантин, это не в прошлый раз был Нурба, он рассказал, что они тоже в карантине не работают, ничего нету. А вот сейчас вот как вы на карантине, чем вы зарабатываете? Вы же только музыкой занимались, и вдруг вот так вот. Ну, ты знаешь, Растяна, сейчас, наверное, не только музыкантам сложно, вообще всему народу сложно. Конечно, мы музыканты тоже попали. Попали, конечно. Да, попали, да. Ни концертов, ни выступлений, собственно, чем мы и живем. Но это время такое, несколько, лично для меня очень интересное. Первые несколько месяцев было раздумий, даже много планов построили таких на будущее. А потом просто то, о чем как бы я думала и мечтала открыть свою вокальную школу, это просто я реализовала. То есть у тебя вокальную школу сейчас? Да, мы сейчас открыли. Реклама пошла, вокальная школа. Приходите, у нас классно. Не только вокальная школа, у нас музыкальная школа, мы преподаем вокал, фортепиано, бас-гитару, ну там все то, что пожелаем. Это целая студия, получается? Это целая студия. А как называется это интересно? Степс, естественно. А, Степс, да. Как еще можно называться? Да, Лаборатория Степс. Так что это даже какая-то и польза именно от карантина. Лично для меня огромная польза. Ну, отлично. Вот что я реализовала, то, о чем я мечтала. Ну, у меня тоже, я в принципе вот с этим делом, помимо того, что вот эти были наши передачи, интервью, они тоже закрылись, я там начал другим делом заниматься. То есть оно как бы карантинус подталкивает на какие-то другие тоже где-то, да, это вот не было бы, как здесь, да, несчастье помогло, да. Нет хода без добра, как говорится. Ну вот я теперь хочу сразу прояснить. Группа Степс, это вот вы двое пришли, а вообще что это группа Степс? Это вот сколько человек, как там, расскажи, пожалуйста. Ну, у нас, ну, в нашей группе уже в этом году будет 20 лет. 20 лет уже? В декабре, да, 17 декабря. А мне казалось, что только вот тут. И у нас вообще, вот костяк нашей группы, у нас три человека. А это вот Алексей, Андрей Чернов, бас-гитарист, контрабасист, мой супруг по совместительству, руководитель нашей группы. Это три человека, мы можем мобильно выезжать, играть, что-то такое. А вообще, то есть у нас до 15 человек, в зависимости от выступления, от задачи, от программы, в которой играем. Ну, то есть мы можем расширяться, и нам это очень нравится, да. То есть у вас, по идее, вот то, что вы сейчас вот пели, я до этого слышал, это акустическая какая-то, вот есть такая, великолепная. Это вы, кстати, специально же отрепетировали? Да, мы специально к сегодняшнему эфиру, мы сделали эти композиции. Там есть, конечно, некоторые киксы, но ничего, друзья, простите. Ну, я знаю, что там вот последняя вещь, это будет Deep Purple, да? Так что, кто любит Deep Purple, послушайте, как они, их аранжировка потом, великолепно. Да, спасибо. А еще такой вопрос, у тебя же, ну, это знаменитая сестра Жанна, да? Да, конечно. И, ну, сейчас она ушла, до сих пор вот это, видимо, ты... Да, три года прошло, после, вот, с того момента, как она ушла. Три года? Это моя великая, моя любимая, это мой, такая моя путеводная звезда, Жанна, Жанна Сатарова. Величайший музыкант, певица, композитор. Вот, я хотел спросить, она же тебя привела в музыку или как? Да, я бесконечно ей благодарна за то, что она привела меня в мир музыки, я благодарю ее за это, потому что она что-то во мне увидела такое, видимо, чем-то я ее зацепила, когда пела дома. Потому что я знал, вот я тебя же давно знаю, ты никогда не пела ничего. Я знаю, ты же занималась волейболом, спортом, там, да. О, да, это спорт вообще, спорта в музыку. И вдруг, когда я услышал тебя, как ты понимаешь, я обалдел просто. Ну вот, понимаешь, я и закончила физкультурный институт, и закончил как бы со спортом, уже большим, так сказать, профессиональным спортом. Я все время мучилась, я металась, я не знала, что мне делать, я не понимала, куда меня тянет вообще, что я делаю здесь, тренировать я не хочу, преподавать я тоже не хочу, этим я заниматься не хочу, бизнес тоже не хочу. И всегда все приходит вовремя, в один прекрасный судьбоносный день, когда Жанна с моим будущим супругом Андреем, они собирали группу, им нужна была бэк-вокалистка. А так как я знала, все Жанныны стандарты, я пела, ходила на все концерты, она завораживала меня сразу, я не понимала, первый раз, когда я слышала джаз, на концерте побывав у Жана, я не поняла, что это за музыка, вообще, что это такое, но произвело на меня колоссальное впечатление. И после этого я прямо, можно сказать, ну, сори, я ушла в эту музыку, я очень много слушала, снимала, знала весь Жанин репертуар. И она тебя позвала на бэк-вокал? Она просто меня позвала и говорит, в общем, мы с Андреем решили, завтра ты работаешь у нас на бэк-вокале, завтра первая репетиция, вот тебе композиции, снимай бэки. Я говорю, какие голоса снимать, я еще не знала, как подходить, она говорит, все. Ну и когда, конечно, на следующий день я пришла на студию, на репетицию, вот там я поняла, что вот оно где, мое место, благодарю ее, конечно, да, и там. Ну, я знаю, что вы вместе ездили в Нью-Йорк, да, как бэнд Жанны Сатаровой в каком-то, в каком это году? Это был 98-й год, январь, она тогда еще выступала с Виктором Хоменковым, вот как раз. И там вот что за группа была, как состав какой? Да, состав был Виктор Хоменков, Жанна Сатарова, Валерий Насибулин, Кайрат Ахметов на брабанах. И с нами поехала еще, ну, легенда Тахир Ибрагимов, да. Он тогда в этой программе, они делали этно-программу, выносили казахские вещи в своих аранжировках, ну и Тахир там играл на перкуссии. И мы провели там потрясающие два месяца, по-моему, или даже больше. Два месяца? Это у вас концерты? Нет, мы приехали на фестивальном выступлении и остались там, потому что виза позволяла еще там побыть в Нью-Йорке. И Тахир тоже оставался? И Тахир тоже с нами остался. Два месяца в Нью-Йорке? Два месяца это было, конечно, казахи в Нью-Йорке, это было очень круто. Но вы как? У вас концерты были в течение двух месяцев? Нет, нет, мы выступили только один фестивальный день. Что за фестивальный день? Это вот ежегодные джазовые фестивали, джазовые конференции. А, да-да-да, вот Валера Банова. Да, они проводят ежегодный джазовый фестиваль. Тогда это было в отеле, насколько я помню, Милфорд Плаза, просто небоскреб. И на каждом этаже концертный зал. И мы только, в смысле, успевали побежать туда, забежать. У нас была программка. А кто там среди знаменитых? Там было очень много, я вот честно говоря. Я помню один классный концерт завершающий, когда я был Маркус Миллер. Маркус Миллер там? Да, и мы попали на это, просто мы ввалились в этот зал, там всех спихнули. Еще умудрились сесть на какой-то там второй или третий ряд. И, конечно, это был шок. Там был самый, наверное, большой концертный зал, выделенный для него. Это был чудесный концерт. Возвращаться не хотел в Алмату никто в Казахстан после такого. Это же родина джаза. Конечно. И мы там вот еще так проводили, потусовались в общем классном. Мы месяца два, мы походили по всем клубам, но это было здорово. Ну, спасибо. Очень интересно, так сказать, еще по одной нашей традиции. Давайте исполним вот сейчас вторую песню. А она, кстати, как называется? Она называется Pretty Things. Pretty Things. Это вот тоже кавер, да? Да, это была такая группа, она называлась «Бамбус», да, Леша? Скажи что-нибудь, что ты молчишь. Потом он будет говорить во втором. Вот, и они, авторы этой классной композиции, мы просто реаленжировали. Тоже ваша аранжировка, да? Ну все, давайте послушаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... We haven't, still there, waiting I know, we can save it La la la, la 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 la, la 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 It was beautiful, but too much Some still remember what was lost This cause is hard to touch And I miss you, and you hear me Everyone around us, talking happy free You know something was meant to last Our special strength, breathless years Burned by the face, but we saw it We haven't, still there, waiting I know, we can save it La la la, la 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 la, la 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 la, la la Слов нет. Его главные аранжировки очень интересные. Это кто делает, Алексей? Для дуэтных вещей мы советуем себя всегда с гаухар. Если мы что-то исполняем, я что-то приношу, показываю, может быть, вот так вот, и что-то в такой рабочий момент происходит. Ну, в общем, как у всех. Интересно. Вот именно как раз-таки делать аранжировки очень интересно. Для полного состава, естественно, участвуют абсолютно все. А вот я хотел, у нас было такое вот, наше творческое сотрудничество с группой Steps, мое в частности, мы снимали клип для вас, да? Да. Это было в каком году, что-то я забыл? Это было или 12, или 13. Да, да, да. И тогда, кстати, вот я в вопрос, Алексей, с вами работал один черный джазовый трубач. Да, Крис. Он великолепно, с дудками такой здоровый, даже, по-моему, речитатив там поет. Да, 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 у него есть там. А это что за человек? Вот расскажи. Ну, о нем больше знает Гоухар, лучше, если она о нем знает. Это что за человек? Как о человеке? Он приехал давно, он приехал со Штатов, он живет в Нью-Йорке, сейчас он, кстати, там. Как его зовут? Крис. Крис, привет. Крис Чендлер, если ты нас видишь, привет. Вот, и он приехал сюда, ну, как все тогда же, очень много иностранцев приезжали сюда, в Казахстан. Ну, и у него такое было музыкальное прошлое, он и пел, и потрясающий трубач. Но он меня просто поразил, просто вот такое в нем есть, вот, когда он пел речитатив, да, вот, чисто вот как будто в Нью-Йорке где-то. Да. И вот, и как мы с ним, мы с ним лично познакомились на каком-то выступлении, он пришел, естественно, когда ты видишь такой колоритный, черный чувак тебе подходит. Сразу видно, журнон такой, все. И мы там поджимовали и познакомились, ну, как-то вот так вот закрутило. И, ну, очень много музыкантов с ним сотрудничали. А, кстати, вот я хочу насчет клипа. Наш клип, это вещь тоже ваша, да? Как она называлась? Это наша вещь, Don't Stop the Groove. Don't Stop the Groove. Да, ну, там не останавливались. И эта вещь, вот, в шестнадцатом году, по-моему, я, вот, как бы мы отправили ее на телевидение. В Стамбул, в Турцию. В Стамбул, да. Как же она называется? Музыкальное телевидение турецкое, крутое такое, да? И они взяли этот клип и крутили, крутили, и в итоге он три недели был на первом месте. На первом месте, да. Десятый ключ. Ну, великолепно, и мне приятно, что у нас. Конечно. Вот, кстати, это... Причем не вкладывая ничего, они просто увидели, и, кстати, с директором этого музыкального канала мы до сих пор... А, девушка, да, какая-то? Она сама из Баку, по-моему. Айша Киримова, да. Мы с ней до сих пор в ВКонтакте. Она приглашала нас в этом году. Первого июня должен был в Стамбуле состояться огромный престижный джаз-пест. Интересно, что она сначала меня нашла, и они хотели провести вечер этого пианиста знаменитого, бакинского. Потом я посоветовал вас, и как бы, как же его, вагиф... Мустафе Заде. Мустафе Заде, да. То есть вы поддерживаете отношения, слушайте? Да, до сих пор. Должны были поехать. А, кстати, вот еще такой вопрос. Там были на подтанцовках балерины и так далее. Там же кубинская вот эта балерина, да? Да, она жена нашего друга, с нами работал перкуссионер. Она классно сделала. Вот, она, да. А сейчас она где? На Кубе. Там у нее класс, вы танцевали. А, то есть она не осталась уехала? Нет, 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 они все уехали, да. Серьезно вообще. Я к тому, что группа Степс, это не только наши алматинцы, там еще какие-то итальянцы. Вот расскажи состав. У нас очень тесно, раньше сотрудничали, у нас есть с музыкантами из Италии, США, Швеции. То есть, ну, как-то так получалось, что если с кем-то мы знакомились здесь, допустим, в Казахстане, ну, на какой-то сцене либо, мы всегда, почему-то завязывалась дружба крепкая и обязательно какое-то сотрудничество. Не всегда мы встречались только на сцене. То есть мы могли увидеть человека, ну, где-то заинтересоваться или кто-то кого-то порекомендовал, который находится где-то в России, в Украине, там. То есть вот так вот, да? Где-то еще это. И просто с ним. У вас, кстати, Алексей, у вас стиль какой? Вот тот же песня, на которой мы клип сняли, это был фьюжн, да, такой? Да, я... Это диско-фанк такой был больше. Такой, да, замес даже... То есть у вас как бы и фильм джаз и прочее, прочее. Да, мы там все, там, намешаясь, смешение стилей произошло. Да, позиции. А я вот еще, Алексей, хотел спросить, ты же, у тебя, ты клавишник, тромбонист и вокалист. И все. А ты что, закончил или какое образование? Ну, вообще, у меня консерваторское образование. Наши алматинцы. Духовика, да. Духовика. Да, как пианист я ничего не заканчивал. А, как музыкальный школа. А потом просто общая франа. Ну и все, просто практика уже сценичная. А потом, кстати, да, вот мы говорили, что вы играли, ты жил в составе у Жанны, но ты как директор поехала, да? Я туда поехала как директор, потому что я, да, хотела поехать, а с Жанной, если ты помнишь, мы же очень близки были. Она вообще без, ну, как бы, вот, поехали вместе. И ты как директор. Ты понимаешь, что это какие-то знаки тогда еще были? Ну, конечно, конечно. Да, и вот я поехала как директор. Я к тому, что вот как вот, ты сначала директор, Алексей, тоже тогда, или ты в другом месте? Нет, мы тогда вообще. Нет, тогда у меня тогда. Вот как образовалась группа Степс вот этого? Степс образовалась, когда вот мы уже работали в составе у Жанны, группа Стритлайф называлась. Мы проработали два года с Копейкой. И как-то Жанна мне сказала, давай-ка попробуем сделать сольную твою программу и выступим в «Адмирале Нельсона». И, ну, это был самый вообще простый день, который я с сольными композициями, своими, моими партиями. В «Адмирал Нельсон», когда помнишь, да? И я сделала эти композиции, у нас были многочисленные репетиции, я чуть в омрек, там, от страха не упала, чтобы выйти там сольно петь. И когда, конечно, отыграли, отпели, она подошла ко мне и говорит, ну, все, моя девочка, ты готова, я тебя отпускаю. Ты должна начать свою жизнь сама. То есть она даже пожертвовала тем, что у нас была потрясающая команда, программа, уже все было сделано. Она просто понимала, что уже мне нужно идти дальше. И так вот группа стала. Да, и потом мы с Андреем, мы же вместе работали, и он начал собирать команду музыкантов. Пришел. Молодых, да. Леша пришел через год. И с тех пор 20 лет вы вместе. И с тех пор 20 лет мы вместе. Ну, поздравляю, великолепная группа. Спасибо. 20 лет это для группы, ну, как, не так уж, большой возраст. Я надеюсь, что дальше, что карантин пройдет, что... Ну, вот то, что вы сегодня сделали, это просто великолепно. Сейчас, я знаю, это я уже говорил, будет акустическая версия этой песни Deep Purple. Как она? Soldier of Fortune. Soldier of Fortune, которая, так сказать, легендарная вещь. И хочу сказать, что у нас сегодня была группа Steps, то есть, сказать, небольшая часть. И хочу пожелать им всего наилучшего. Спасибо. Пусть все будет классно, карантин пройдет, и ждем, что вы... На наших концертах приходите. Да, и нет, и вы сюда, как мы придете. Обязательно. С электрическим составом. Да, с огромным удовольствием. Спасибо. До свидания. Слушайте сейчас кавер-версию Deep Purple. Все, пока. Спасибо. I have often told you stories By the way I live that life of a drifter Waiting for the day When I take your hand And sing your song And maybe you would say Come live with me, love me And I will surely stay But I feel I'm growing older And there's something I have sung Echo in the distance Like the sound Of a wheeled milled going round Yes, I'll always be Soldier of fortune I'll always be At times I've been a traveler I look for something new And there's a fault When nights with cold I would dream without you But the days I saw in my eyes And since you stand in me So blindness is confusion The joy of the night But I feel But I feel I'm growing older And there's something I have sung Echo in the distance Like the sound Of a wheeled milled going round Yes, I'll always be Soldier of fortune Yes, I'll always be Soldier of fortune I'll always be